Большое строительство в Полтавской области. В рамках президентской программы полностью восстановили 80 километров дороги между городами Лубны и Полтава. Участок безуспешно пытались отремонтировать еще с 2013 года. На открытии побывали мои коллеги. Участок дороги между Лубнами и Полтавой последние 7 лет из-за аварийного состояния был частично закрыт для проезда. Водителям приходилось ездить по встречной полосе, что становилось причиной ни одной аварии. Теперь же 80 километров трассы отремонтировали и открыли двустороннее движение. За 7 лет попыток восстановить трассу возникало немало проблем. С некоторыми из подрядчиков, которые должны были вести ремонт на объекте, до сих пор длятся судебные тяжбы. Италійськая компания, которая начала строительство, но не смогла его вчасно выполнять, практически почти покинула объект. Виехала из государства, и сейчас идут судовые процессы с италійськой компанией. По-другому, это приступило в 2018 году к строительству подрядчиков из Китая. Китайская компания, но она совсем не приступила к выполнению работы. И Украфтодор также был змушен резервировать контракт. Полноценно начать работы на трассе удалось в этом году. Ремонт на разных отрезках выполняли три фирмы «Альтком», «Ростдорстрой» и «Анур». Дорога нам дісталася в незавершенном стане, так бы мовити. Было дуже багато сруйнованного покриття, которое было взошло попередними подрядниками. И мы провели обстеживание спільно с представниками технагляда службы инженера. И были визначены места, где мы восстановили, восстановили, восстановили дорожье полотно. На реконструкцию трассы ушло 700 тонн асфальтобетона. Дорога оборудована девятью мостами и двухуровневой развязкой для автомобилей. Для пешеходов – подземные и наземные переходы. До конца года на международной трассе М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» планируют отремонтировать 300 километров покрытия. Анастасия Лисова, Полтавская область, Твой дом. Субтитры создавал DimaTorzok